Приветствую зрителей своего канала, я продолжаю снимать прохождение, только что учащего в дополнение к корсарам каждому слою под названием Последний урок. Сейчас Шарль де Мор находится в Капстервилле, и здесь к нему подходит Каспар Греттон. Это лейтенант морских хохотинцев Сан-Тигуа, он говорит, что он и его отряд плыли на голландский остров Синт-Мартен, но по дороге попали в Шторм, шхуна попала, и теперь она требует серьезного ремонта, а им срочно надо попасть на этот голландский остров, видимо для выполнения какого-то секретного задания. Он предлагает Шарлю 10 тысяч, дает задаток тысячу, Шарлю соглашается, хотя можно и отказаться. Чтобы не быть втянутым в этот, опять же, Голландский конфликт, открывается квест в Мышеловке. И вот шлюп Шарля уже в акватории Филлипсбурга, здесь нужно идти в бухту Гранд Кейс, и там высаживать Греттона и его пехотинцев морских. Ну, я думаю, прекрасно понимаем, что на этом это задание не ограничится, и будут, видимо, какие-то обстоятельства. Здесь в бухте к Шарлю подходит Греттон и говорит, что здесь якобы должен был быть какой-то люгер, но так как люгера нет, то у него тоже нет денег, он предлагает Шарлю дальше помогать, а именно подождать здесь 3 дня, а дальше ввести их в Сент-Джонс, и там полковник Фокс не будет скупиться и за все заплатит, что называется. Здесь у Шарля нет выбора, он соглашается, хотя про себя он думает, что вся эта история дурно пахнет. И здесь как раз есть выбор, можно все бросить и уплыть, а можно продолжать упалывание квеста. Ну, я выбираю, естественно, продолжать. Шарль решает, что не будет слепой игрушкой в руках англичан, и надо направляться в Филипсбург, выяснять ситуацию, зачем сюда прибыли англичане, что здесь происходит. Направляемся в Филипсбург, естественно, в таких случаях надо везти в первую очередь в таверну, но если только не будет какой-то встречи прямо здесь в городе. Также видим, что нет быстрого перехода здесь по Филипсбургу. Направляемся в таверну. Прекрасная еда, отменные напитки, уютная постель к вашим услугам. Спрашиваем у товарища, что новенького, тот просит тысячу, я думаю, заплатим эту тысячу. И тот говорит, что комендант усилил патрулирование в джунглях, охрану города, так как он опасается, видимо, английских шпионов. Оказывается, голландцы здесь захватили корабль, захватили там несколько важных пленников. Теперь один из солдат, которого они захватили на этом английском корабле, начал сотрудничать с голландцами, и он им сказал, что ожидается диверсионная группа английская, которая попытается освободить этих англичан из тюрьмы, и поэтому, что называется, голландцы на чеку. Но после этого Шарль просыпается в таверне, видим по скрипту. И, в общем, здесь у него опять же есть выбор, либо бежать отсюда, сломя голову, либо направляться в джунгли, предупреждать англичан. Выходим из таверны. Здесь к Шарлю подбегает голландский солдат и говорит, что его срочно требует к себе губернатор, так как он отдал приказ приглашать сюда всех капитанов, которые сюда прибывают, на Синд-Мартен. И вот Шарль идет разговаривать с губернатором. Тот спрашивает, не видел ли он здесь каких-либо английских судов. Шарль отвечает, нет. Он также дает предложение Шарлю, а именно поискать здесь голландских шпионов, а именно поискать их в бухтах и джунглях. Обещает награду. У Шарля есть, конечно, выбор. Здесь можно либо согласиться искать англичан, либо вежливо отказаться. Губернатор предлагает 10 тысяч, а также еще дополнительную награду, если Шарль будет искать этих английских диверсантов. Но Шарль в данном случае отказывается. И здесь видим, что у него, естественно, один выбор. надо идти теперь предупреждать англичан, грозящие им опасности. Я думаю, что я пройду этот квест вариантом за голландцев. То есть Шарль согласится участвовать в поимке. Только что, собственно, им же доставлены англичан сюда на Сент-Мартен. Шарль идет в джунгли. Ну, в общем, понятно, что, скорее всего, даже их надо искать в пещере, где еще лучше всего можно спрятаться на острове. И вот Шарль идет в пещеру искать Греттона и компанию. Вот они. Ну, и Шарль говорит, что у него неприятные вести для них, а именно то, что голландцы осведомлены об их визите и разыскивают их по острову. Ну, и дальше Шарль, естественно, предлагает им скрыться. Но Греттон отказывается. И далее Греттон, естественно, говорит, что Шарль должен им и дальше помогать. Оказывается, здесь есть служка Филипп Якобсен. Это их человек в городе. И к нему можно наведываться в церковь с 8 до 10 утра. Вероятно, с его помощью можно что-либо придумать. То есть составить план действий. Так как этот Греттон, видимо, с этого острова без этих высокопоставленных пленников уйти не может. Но также Шарль теперь знает, что они уже одеты в голландскую форму, потому что они безоружили и пленили голландский патруль здесь рядом с пещерой. На следующее утро Шарль идет в местную церковь, здесь в Филиппсбурге. Здесь надо оказаться, напомню, с 8 до 10 утра. И вот уже Филипп Якобсен его ждет. Не проходите мимо. Они обмениваются паролями. И далее Филипп Якобсен говорит, что молился за то, чтобы англичане не попали в ловушку. А также у него уже есть план. Дело в том, что теперь солдатам голландским в тюрьме подают хорошее вино. У него есть доступ к складу. И он может подменить это вино. И подменить это вино бутылками, в которые он подмешает зелья цыганки, которые позволят отрубить на время этих солдат. В общем, Шарль ему дает две дюжины дублонов. И ему нужно явиться на следующий день. Следующим утром в то же время Шарль идет к Якобсену за новостями. Тут сообщается, что все готово. Вино заряжено. Нужны бутылки. Вечером попадут тюремные стражи. Ужин у них в девять. Поэтому в двенадцать, то есть в полночь, они уже будут мирно спать. Также он предупреждает, что голландские мундиры не спасут. Поэтому нужно держаться подальше от стражей в городе. Шарль возвращается в пещеру сообщить Греттону о том, что их агент все подстроил. И вот он рассказывает, что ночью вся стража в тюрьме будет спать. Поэтому надо освобождать пленников именно сегодня ночью. Ну и далее Греттон говорит, чтобы Шарль оставил судно в бухте Гранд Кейс. И встретятся они у выхода в джунгли в одиннадцать вечера. И далее он просит Шарля сопровождать их по городу. Но здесь выбора нет. Придется действительно идти с ними к тюрьме. В общем, надо будет обходить всю городскую стражу. После одиннадцати Шарль ожидает англичан в городских ворот. Вот они. Греттон рвется в бой. Действительно не стоит терять времени. Придется здесь Шарлю обманывать городские патрули. Ну, в общем, это стандартная задача. Я на своем канале уже много раз ее показывал. Но, тем не менее, сниму еще раз. Я думаю, Шарлю теперь предстоит. Долгая здесь история. По ожиданию, когда можно дойти до тюрьмы. Я тем временем сделаю, скажем, некоторое заявление. Дело в том, что я очень недоволен количеством лайков, которые есть под моим видео. Я заметил крайне неприятную для себя тенденцию. Это количество лайков. Собственно, формируется после первых 50 просмотров, условно говоря. И дальше оно не увеличивается. То есть, я делаю вывод, что лайки под моим видео делают всего лишь несколько человек регулярно. Другие не делают его вообще. Мне это, еще раз скажу, ситуация крайне не нравится. Поэтому, если вы хотите далее смотреть видео на моем канале, то ставьте лайки. Если меня это количество лайков по-прежнему будет не устраивать, то я уже решил, что я либо вообще не буду снимать видео, либо, что все-таки более вероятно, я буду снимать видео, но не буду выкладывать его в открытый доступ. Это видео будет доступно только по ссылкам. Эти ссылки я буду давать тем самым нескольким людям, если, конечно, не пожелают. Ну или другим, но только за лайки исключительно. Поэтому, еще раз подчеркну, если вы не хотите довести эту ситуацию до такого развития, то ставьте лайки сейчас. Не только под этим видео, но и под теми видео, которые вы посмотрели ранее. Потому что я отслеживаю эту ситуацию. Поэтому будем считать, что я обозначил свою позицию. Но вот шар. Добрался до тюрьмы. Здесь работает скрипт. Теперь, все-таки, в тюрьму он не пойдет, получается. Будет ожидать, пока англичане там выведут своих пленников. Тем более, там все вроде как сонные, поэтому драки там не предвидятся. Шума тоже, соответственно. Я так понимаю, сейчас шар засечь здесь не могут. Поэтому опасаться ничего не надо. Ну вот, они выходят. Надо теперь выбираться. Я так понимаю, придется обратно. Проходить сквозь патрули. Поэтому сохранимся на всякий случай. В общем, эта задача не такая сложная. Пробираться через патрули, но, тем не менее, она требует времени. Ждать тех моментов, когда эти патрули, что называется, образовывают определенные дырки. В местах. И, собственно, по методу перескакивания с кочки на кочки. А именно. С одного безопасного места, но с другое. Но, также, еще раз, все-таки, я скажу по поводу этого своего заявления. Дело в том, что, еще раз подчеркну. Я рассматриваю лайк в качестве, опять же, спасибо и пожалуйста. То есть, в качестве, скажем так, маркера уважения к себе, к своему каналу. Поэтому, что называется, уважьте. Но я не исключаю, что, возможно, действительно. Я не переоцениваю качество своего видео. Поэтому, может быть, действительно, оно не очень нужно. Ну, тогда, собственно, все встанет на свои места тем нескольким людям, которым оно нужно. Я буду давать ссылки. А тем, кому оно не нужно, в общем, они ничего не потеряют. Поэтому все останутся при своих. Видео я, скорее всего, все-таки, снимать не перестану. Мне это отчасти интересно. И по другим причинам, мотивам тоже. Поэтому, наверное, для тех, кому оно интересно, тоже ничего не изменится. Я, в общем-то. Я уже приступил к частичному изъятию тех видео, которые я снимал раньше. Они уже доступны только по ссылкам. Естественно, новое видео я буду выкладывать по-прежнему в открытый доступ. Но продолжаться это будет, уверен, недолго. Если, еще раз подчеркну, не будет достаточного количества лайка под новым видео и старым, то я прибегну именно к тому, о чем я сказал. Ну и на этом я эту тему закрываю. Возможно, я сделаю специальное обращение для всех зрителей своего канала. Ну а сейчас продолжаем, собственно, прохождение. Здесь видим, история долгая. Постоянно эти голландцы сменяются. Не дают окно для прохода. Здесь их огромное количество, по-моему. Хотя, в общем, их всегда здесь немало. В городах по ночам. Постоянно эти голландцы сменяются. Постоянно эти голландцы сменяются. Ну вот, похоже, гаденыш, а. Не заметил я, ушел он к воротам. Да, похоже, все-таки так пройти нельзя. То есть обязательно нужно, чтобы они ничего не заметили. Поэтому выскочить не получится. Ну да, появляется запись, что квест провален. Шарль прошел. Но его английские друзья нет. Поэтому, все-таки, не зря я сохранился. Придется загружаться и снова выходить от тюрьмы. Очень неудачно этот голландский гаденыш спрятался около ворот. Не заметил я, что он туда ушел. Ну, примерно такая же задача, насколько я помню, решается в Карибских Нравах. Там, где Шарль должен в Порто Белло выяснять по поводу Барка, если я не ошибаюсь, он Пойбло называется, этот Барк. Только там задача, я так понимаю, все-таки проще. Поэтому, потому что Шарль можно, в общем, тревогу там поднимать. Это ни на что уже не влияет. Здесь, видимо, тревогу поднимать нельзя ни в коем случае. Ну, а вот, на этот раз все достаточно быстро и удачно. Ну да, идем в бухту Гранд Кейс, где Шарль предварительно оставил корабль. Подозреваю, что там тоже, скорее всего, будет какая-нибудь засада. Причем, это стандартный, что называется, набор. Эпизодов. Стандартный набор заданий. Но все-таки стоит отметить, что квесты эти не первые, в общем-то, и этот, они все-таки непростые, как две копейки. Действительно, здесь определенная выдумка, определенная интрига. Ну да, в общем, я оказался прав. Естественно, здесь, естественно, должны были быть какие-то патрули. Самое главное теперь, спасти пленников, освобожденных, это, кем я. Голландцев здесь не мало. Но, fickуня, много. ВОДУКИ. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Задание осложняется, что темно, ненавижу затемненные эпизоды, я уже много раз говорил, в различных корсарах. Просто вот такая мания разработчиков обязательно начинает, скажем так, заставлять драться, сражаться именно с дочерью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже с затемнением здесь плохо видно, что происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все-таки выстрелил он по Шарлю, надо было, видимо, вперед пропустить кого-нибудь. То есть, наверное, играл бы на более высоком уровне сложности. Здесь Шарля бы завалили в самый последний момент. Ну да, вооруженный до зубов Голландский отряд. Стоянка судна привлекла внимание, естественно. В море ждет, скорее всего, этот самый корвет. Придется от него убегать. Надеюсь, это получится. Я очень сильно надеюсь, что разработчики, видимо, не считают, что нужно будет побеждать корвет на этом этапе игры. Если так, то я думаю, что предстоит очень долгий бой. Хотя, с другой стороны, в общем, есть в нашем распоряжении кое-какое количество пороха. А это значит, можно попробовать его топить минами. Ну, сейчас посмотрим. Сохранимся, естественно. Кажется, зей парт называется этот корвет. Зарядить коней ты не есть, капитан. Про него говорил губернатор, когда разговаривал с Шарлем. Предлагал ему, что называется, выступить на стороне голландцев. Пороха, к сожалению, совсем немного. А, так это не корвет. Это всего лишь шлюп. Но тогда все намного проще. Но, тем не менее, сражаться я с ними здесь не хочу. Во-первых, тут могут быть еще голландские корабли вполне. Во-вторых, я не хочу получить награду за голову от голландцев. Ну, и в-третьих, просто всегда намного разумнее бежать. Если только что-то не надо от этих англичан. О, от этих голландцев. А Шарлю от голландцев ничего не надо уже. Просто надо увезти этих пленников на Антиго. Я думаю, что мы все-таки достаточно легко бежим. Тем более, видим, что повредил шар паруса. Этому шлюпу. Этому шлюпу. Никаких записей пока в журнале не появляется. На глобальную карту не выйти. Увы. Шарль уже оторвался от шлюпу. Но, увы, нет выхода. Это означает только одно. Что в данном случае Шарля на глобальную карту не выпустят пока. По крайней мере, он не разделается с этим шлюпом. Но я все-таки надеюсь, что не заставят здесь нас разбираться с Корветом. Для того, чтобы вообще уйти отсюда. За шлюпом точно разобраться надо. Разворачиваемся. Я думаю, проще всего взять абордаж. Ну, во-первых, потому что не хочется затягивать. Иначе, еще раз подчеркну, сюда может подтянуться этот самый Корвет. А во-вторых, я думаю, это просто легче всего. А заодно, можно будет забрать то, что есть на этом шлюпе. Возможно, там есть какие-то интересные вещи. Раз это квестовый корабль. Назначим тех офицеров, которые есть в распоряжении Шарля. Он нанял еще абордажника. Одного. В общем, теперь у Шарля достаточно приличный набор офицеров. Собственно, он их добирает фактически же по ходу этого дополнения. Последний урок. Напомню, что здесь я играю на вольном пирате. Поэтому офицеров в тавернах существенно больше. И Шарля уже на 10 ранге. Также я узнал, что эти квесты в этом дополнении даются только до 12 ранга. Это меня сильно огорчило, потому что на вольном пирате быстрая прокачка. И, возможно, я все-таки все не сумею пройти, так как Шарль перемахнет через 12 ранг. Ну, посмотрим. Я, в общем, пытаюсь этого не сделать. Я полностью сейчас исключил всю прокачку. За исключением той, которая неизбежно идет по ходу выполнения этих квестов. Но заодно посмотрим, насколько реально, скажем, на вольном пирате пройти все эти квесты. Без попадания на ограничения по рангу. Потому что Шарль, в общем, начинал практически сразу. Как я отмечал в предыдущей серии, проходить квесты по этому дополнению. Но дело в том, что квесты достаточно сложные, достаточно продолжительные, поэтому прокачка идет быстро, даже по ходу этих квестов. Пока, к сожалению, не появляется нот, появился наконец-то значок. Потому что я, честно говоря, начал думать, что этот шлюп вообще нельзя взять на бардаш. На бой недолгий, естественно. Но мы у них уже вынесли большую часть команды. Плюс легкий уровень сложности. Поэтому... Ну, посмотрим, конечно, если сейчас заставит еще раз подчеркивать корветом воевать, то это будет очень плохо. Наверное, на этом уровне сложности цивольный пират. Скорее всего, я справлюсь. Но может быть и без перезагрузок. Но не хотелось бы здесь столкнуться с еще более, скажем так, серьезной ситуацией, чем было в Смоленом Псе. Там, в общем, на это задание трудно проходимо на высоких уровнях сложности. Здесь, я думаю, оно... Если заставит воевать с корветом, будет крайне плохо проходимо. Хотя, с другой стороны, в общем, разобраться с одним корветом, наверное, не сложнее, чем с тремя кораблями Испанская эскадра. Может, даже попроще. Ну, да ладно, не будем загадывать. Шарик забрался с Капитана. Видим, что здесь коралловая голова и сокба. Второй достаточно редкий амулет. Возможно, опять же, они здесь все время такие. Может быть, они меняются. Но, тем не менее, все-таки есть смысл захватывать этот шлюп. Также здесь дилемма, захватывать ли его вообще. То есть, сохранять ли, я думаю, что... Не буду я его сохранять, потому что, возможно, сейчас предстоит бой с корветом. Поэтому все равно его придется топить. Нет, все-таки отпускают нас, слава богу, на глобальную карту. Тем не менее, Голландия увеличила ограду за голову Шарля. Это очень плохо. Теперь смотрим этих самых важных пленников, которых Шарлю предстоит доставить на Антигуа. Ну и теперь появляется запись в журнале, что корвет Зеепард действительно здесь есть. Но, тем не менее, можно уже уходить на Антигуа, что радует. Я так понимаю, что здесь нам сохраняется возможность, если мы такие сильные, уверенные нападать самим на этот Зеепард. Либо сматываться. Ну, в общем, я не уверен даже на этом уровне сложности, что на Шлюпе я справлюсь с корветом. Да и не хочется мне тратить на это время. Поэтому идем на Антигуа. Еще испанская эскадра. Патруль. Откуда ни возьмись. Надеюсь, я вышел на боевую карту раньше, чем они приблизились. Ну, вот, мои надежды явно тщетные. Ну, что ж, придется, видимо, здесь тоже убегать. Все-таки придется, наверное, по ходу выполнения этого дополнения плавать по глобальной карте без ускорения, чтобы не попадать в такие ситуации. Особенно это неприятно, когда плывем против ветра, потому что против нас плывут по ветру, и с ускорением они приближаются очень быстро и резко. Не всегда удается среагировать сразу, вот как сейчас. Поэтому, чтобы не бегать от них постоянно или не воевать, что не всегда получится, буду я, пожалуй, плавать без ускорения, хоть это и потребует время. Пожалуй, наверное, что-нибудь надо выгрузить, например, ядра, чтобы убежать от них быстрее. Если я точно помню, я все-таки сохранился перед выходом на глобальную карту, поэтому, в случае чего, можно подвернуться. Но ничего себе патруль вообще. Четыре больших корабля. Целая эскадра. Ну что ж, теперь будем поосторожнее передвигаться. Тем более, что Антигуа здесь совсем рядом уже. Надеюсь, здесь полковник Фукс не выкинет никаких неприятных для Шарля вещей. И все пройдет в штатном режиме. Шарль здесь получит свою награду и квест закроется. Хотя, кто знает, может быть, и здесь будет какой-то экшен-продолжение. С полковником Фуксом Шарль здесь еще столкнется. А к нам подбегает никто иной, как Адам Райнер. В общем, я проходил уже этот квест в рамках Блиц-игры. И в рамках отчаянного Корсара, поэтому можете посмотреть там. Здесь я не буду, естественно, проходить его. Ну и дальше Греттон сообщает, что Шарль герой, а также ему на следующий день надо явиться к полковнику Фуксу. Ну что, Шарль явится на следующий день. герой, смотрим, смотрим журнал. Ну да, похоже, квест движется к развеске. На следующее утро Шарль идет полковнику Фуксу. Здесь в Сен-Джейнсе на него уже успели напасть голландские охотники за головами. Это, безусловно, негативный побочный эффект такого прохождения этого квеста. Не туда я повернул, действительно, Шарлю сказали налево. Это в Капстервилле к Пуанси надо поворачивать направо, а Фуксу налево. Вот полковник Фукс. Он действительно правильно понимает, что это Шарль спас его людей. Ну и далее он высоко оценивает услуги Шарля. Дает ему 30 тысяч аркебузу и клинок. Ну, естественно, почета и уважения английских колонистов. Ну и на этом Шарль прощается с полковником Фуксом. Награда действительно приличная. 30 тысяч, но главное аркебуза для индейцев в самом начале вполне себе хорошая награда. но видим, что действительно охотники за головами уже напали на Шарля. Сейчас посмотрим, что за клинок. Вот аркебуза. Корд. Ага, явно это корд. Ну, в общем, так себе корд, но тем не менее для начала тоже вполне себе. Ну, что ж, я думаю, что это вполне себе пристойный вариант. Теперь я попробую пройти за Голландией. Итак, я откатился до того момента, когда Шарль идет по настойчивому приглашению губернатора Филипсбурга. и здесь он делает предложение Шарля участвовать в поимке английских шпионов. Говорит, что за информацию 10 тысяч, а за участие в поимке еще больше. И здесь Шарль выберет, что он воспользуется этим предложением. Теперь надо отправляться к коменданту за информацией. Шарль идет к коменданту, так как губернатор сказал, что тут может сообщить что-то ценное. Об этом Шарль ему, собственно, говорит. Тот удивлен, но сообщает, что пропал голландский патруль, но мы уже знаем, где находится этот голландский патруль. Надо идти в джунгли, снова, видимо, разговаривать с англичанами. Теперь Шарль по-прежнему должен идти в пещеру к англичанам. И вот он начинает разговор с Греттоном, они по-прежнему в голландской форме. Разговор, насколько я понимаю, здесь абсолютно такой же, как в первом варианте. Шарль предлагает им сбежать, рассказывает, что их план раскрыт и что их ждут, но Греттон отказывается. Но далее он опять же предлагает Шарля помочь им, а именно связаться с Филиппом Якобсеном. Также он рассказывает, что, естественно, голландцы уже лежат связанные. Я так понимаю, что здесь есть два варианта, либо продолжать играть за Англию, либо сдать их. Но Шарль, естественно, выбирает вариант идти закладывать англичан к коменданту. Это, видимо, и есть вариант голландцев. И вот Шарль говорит, что нашел пропавший патруль, а также английских шпионов. И здесь он врет, что они его остановили в джунглях в качестве голландского патруля. Их пять человек. что они судя по всему направились в пещеру. И далее Шарль соглашается участвовать в их поимке, хотя там есть выбор. Можно, я так понимаю, просто 10 тысяч ни за что срубить. А можно, видимо, получить какую-то большую награду. Вот Шарля комендант отправляет к выходу в джунгли. Здесь будет карасельный отряд. и вот Шарль разговаривает чуть не сказал с начальником филипсбургского ОМОНа. И вот он ведет этих бравых ребят в пещеру. Вы готовы выполнить мое поручение? Ну и далее этот начальник говорит, что если они все ринутся в пещеру, то их обнаружат, поэтому проще будет, если Шарль. Один сначала пойдет и привлечет внимание, отвлечет англичан, я так понимаю, они пойдут далее к сухому колодцу, то есть пойдут что называется с тыла, где-то я это уже видел, под названием Йен Суэнсон на золотом руднике, но да ладно, опять естественно Шарль, вся грязная работа, кто бы сомневался, но признаться, все-таки повторяются здесь несколько разработчики, я думаю, что было бы интереснее, если бы, например, этот Греттон оказался умнее, и он бы продублировал Шарля, либо вообще за ним проследили, они, было бы интереснее, они бы разоблачили Шарля, ну и далее Шарль разговаривает с Греттоном, Греттон недоумевает, зачем тот вернулся, Шарль говорит, что нет никакого Якобсона, далее он начинает ругаться, как и говорил этот начальник ОМОНа Калебзбургского, к сожалению, я не могу с выражением сказать тысячи чертей, но вот что-то вроде этого, наверное, как говорит известный персонаж, а также в бывшем известный актер, видим, что никаких ОМОНовцев поблизости нет по-прежнему, кто бы сомневался, что Шарля они оставят один на один со всей этой толпой, судя по всему, но уровень сложности невысокий, поэтому, я думаю, Шарль вполне может в этих пещерах один их всех перебить, хотя, ребята, они явно покаченные, 5 человек, это немного, это не 25, это не 25, опять мне не нравится, что здесь темно, терпеть не могу, такие темные сцены, когда надо тем более следить сразу за несколькими в быстром режиме, это просто портить глаза нам успевать, ну да ладно, все-таки эти филипсбургские омуновцы подоспели, что называется, лучше поздно, чем никогда, далее он беседует с этим начальником, он говорит, что, видимо, у них веревка начала рваться, поэтому они задержались, и далее он говорит, что Шарли надо отправляться отдыхать, а завтра нагрелось к губернатору, чтобы получить свою заслуженную награду, но я так подозреваю, что, видимо, они хотели, чтобы Шарль сгинул, и они вместо него эту награду получили, смотрим журнал, ну что ж, завтра надо нагрянуть к губернатору, следующим утром Шарль идет к губернатору, говорит, что он по вопросу об английских шпионах, губернатор Филипп Дворга выражает личную благодарность, вручает 10 тысяч, а также лицензию голландской и вест-индийской компании на полгода, это основная награда, но кроме того, естественно, он вручает благодарность голландских колонистов, тем не менее, появляется награда за голову в английских колониях, получается, им стало все известно, в общем, в любом случае, при любом варианте, видимо, мы получаем награду за голову, либо голландскую, либо английскую, смотрим эту самую лицензию, ну что ж, награда, в принципе, большая, но для меня не очень нужная, ну и на этом я заканчиваю серию, продолжение следует, пока. Продолжение следует...